Добрый день, дорогие телезрители и гости в студии! В эфире программа «Малахов плюс» и её ведущие, народный целитель, заведующий каферы природоведения Геннадий Петрович Малахов и моя лучезарная помощница Елена Протлова. Тема нашей сегодняшней передачи «Лечусь лыжной мазью». И, как всегда, как всегда в начале нашей программы лунный календарь от солнечного Геннадия Петровича. Сегодня 839-е лунные сутки. Этот день в народе называется «Антон Соплежуй». Сегодня я бы посоветовал вам всем лениться и весь хлебный мякиш съесть лёжа. А людям с повышенным содержанием мозга я бы рекомендовал сделать несколько упражнений с моей последней книги, седьмой книги «Земляной кисель» или «Кися-мися». Примите горизонтальное положение, закройте глаза и на подвижное веко положите печень трески. Если это не поможет, попробуйте ходить, делая прыжок после каждого проглатывания слюны. Не болейте и не чекайте на мои последние советы полезные. Геннадий Петрович, я вижу, человек в студии, у него вопрос. Давайте дадим ему слово. Может быть, это последнее слово. Что с вами такое? Что случилось? Да. Я вас внимательно слушаю. У вас какие-то проблемы? Проблемы. Скажите, пожалуйста, вот сразу, вот с моего опыта, так вот, смотрите. Что вы смотрите по телевизору? Я все смотрю Геннадий Петрович. Так. И по НТВ, и НТВ. Я все смотрю. Особенно боевики. Вот, 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 вот. Беда ваша такая, что, понимаете, смена картинки и быстрая динамичность кадров не только пагубно влияет на глаза, но и на всю нервную систему. Полезнее всего видеть на экране кивающую женщину. А, да. Итак, тема нашей программы «Лечусь лыжной мазью». Мало кто догадывается о чудодейственных свойствах этого средства. Свою удивительную историю нам расскажет домохозяйка Наталья Ивановна Орлянская. Пожалуйста. Пожалуйста. Проходите, Наталья Ивановна. И сильно. Садитесь. И расскажите мне, пожалуйста, вашу удивительную историю. Я сейчас расскажу вам свою удивительную историю. Как я проснулась однажды утром с огромной болью в доздре. В доздре. В доздре. Ее раздуло, она стала раздуваться, боль усиливалась, усиливалась. Через 12 лет у меня болел уже весь затылок. Правильно. А тело моего мужа так и не нашли. Вам повезло. Почему я и решила добавлять в лыжную мазь морковь каждый третий четверг понемножку по 3 килограмма в ноздрю. Как вы знаете? Вот видите, я вижу, что вы прочли мою 15-ю книгу. И более того, я вам даже сейчас покажу несколько упражнений для снятия боли в кишечном суставе. Смотрите. Для этого надо взять немножко опилок. Лучше, конечно, если опилки будут дубовые. Потому что именно дуб является прародителем наших всех деревьев. И если пользоваться дубовыми, то через неделю ты просто станешь абсолютным дубом. И все. Я имею в виду крепость организма. Берется еще несколько пимпонков и шариков. Хорошо, если бы эти шарики были, парочку хотя бы, были из выигрышной партии. Понимаете? Потому что тот заряд положительной энергии, который находится в пимпонковых шариках, которые выигрышные, они очень хорошо влияют на всю ауру нашего организма. Потом берете восьмым позвонком, ложитесь на эти шарики, вот, все, чтобы обязательно восьмой подголовку, так, под голову вы, этот, опилочки. И все. Очень хорошо, если у вас под рукой могут оказаться новогодние конфетти. Вы так их бросаете, они вот падают, и всю тебя окутывают вот этой новогодней положительной энергией. И тело приходит в стабильность. Да. А пока Геннадий Петрович нам демонстрирует эти волшебные упражнения, самое время воспользоваться мазью, принесенной Натальей Ивановной. Вот, замечательно. Наталья Ивановна, расскажите нам, пожалуйста, что же входит в состав этого дивного средства. Лыжная мазь. Так. Чертый чугун. Замечательно. Немножко морковочки. Хорошо. И отварникового творога. Обязательно. Можно я попробую это все? Вот. Ой, ой, чувствую, прямо, прямо чувствую, как оно впитывается в щеки и сразу помогает. Понимаете? Сразу. Лыжная мазь. Да. Дикий творог. Но более того, я бы вам, я бы вам посоветовал бы, я бы вам посоветовал еще несколько упражнений с моей последней книги. Барсучий жир или долой флюографию. Лучше всего в данной ситуации надеть на голову арбузную каску. Понимаете? И тогда боль в кишечном суставе вообще уходит. Будьте здоровы, смотрите нас каждый божий день на Первом канале и не болейте. Доброго вам здоровья. Спасибо.